Итак, мы отправили, мы это администрация Байдена, мы отправили миллиарды в Украину на защиту их границ, хотя наши и открыты нараспашку. Зачем именно мы это делаем? Ну, как нам постоянно говорит Джо Байден, имитируя Уинстона Черчилля, мы делаем это для защиты демократии. Но ирония в том, что Украина не демократия, даже близко. Правительство Украины запретило неподдерживающие их СМИ, а также оппозиционные партии. Оно арестовало главных оппозиционеров, и это демократия. И так как мы позволили этому происходить и даже финансировали это, то теперь украинское правительство решило, что может принести цензуру и в нашу страну. Украинское правительство выпустило список так называемых российских пропагандистов. Американцев. Он включает сенатора Рэнда Пола из Кентукки, Тулси Габбард, которая служила в войсках США, и среди прочих Глена Гринвальда. Так что мы поговорили с некоторыми. Начав с Глена Гринвальда, он независимый журналист, работал среди прочего на САБСТАК. Глен, спасибо, что пришли. Итак, украинское правительство, маяк демократии, занесло вас в черный список. Расскажите, как это получилось? Я думаю, это приказ президента Зеленского. Видимо, у него достаточно времени, чтобы смотреть утренние шоу Джо на MSNBC, где они часами сидят и обвиняют всех, кого хотят очернить, что они кремлевские агенты, и показывают, как это делать американским либералам. Знаешь, Такер, кажется смешным, но это вообще-то возмутительно, что у украинцев конфликт с соседним регионом в России, и они полностью свободны в выборе своей военной политики. Они могут, если хотят воевать с Россией следующие 10 лет, но они не это делают. Они просят и даже требуют, чтобы другие страны, включая мою, Соединенные Штаты, бесконечно давали им деньги и оружие. Что значит, мы не только можем, но и должны обсуждать это и спрашивать, в интересах ли это американского народа. И попытка Зеленского экспортировать цензуру, которую он установил в своей стране, сюда, в США, путем запрещения дебатов и обвинения тех из нас, кто задает вопросы в том, что мы агенты Кремля и пропагандисты, требуют известного бесстыдства, так как он одновременно требует наших денег и оружия. И это парень, которого Джордж Буш описал, как Джорджа Вашингтона нашего времени. Я не слышал, чтобы хоть кто-то в Вашингтоне сказал об этом хоть слово. Да, я говорю, что с самого начала, и ты знаешь это, как и любой такер, что была довольно слаженная попытка убрать любую возможность задавать вопросы. Любой, кто спрашивал, что нужно сделать, чтобы предотвратить войну дипломатически, типа Тулси Габбард, или стоит ли нам рисковать нашими деньгами или возможностью ядерного обмена с Россией за украинскую границу, назывался агентом Кремля или российским активом. И эту стратегию они используют, чтобы ограничить нас в использовании нашей свободы в обсуждении роли нашего государства в этом военном конфликте. Именно. Во имя демократии они запрещают. Глэн Гринвальд, спасибо огромное. Спасибо, Такер. Итак, Тулси Габбард также в этом списке. Она также, как говорят в украинском правительстве, должна быть цензурирована. Она служила в армии США, в Конгрессе, была кандидатом в президенты, и теперь она у нас, и мы рады этому. Конгрессвумен, спасибо, что пришли. Как вы отреагировали, обнаружив себя в этом списке? Я вижу лицемерие, Такер. Лицемерие этого черного списка. Это... И, кстати, почему это должно заботить американцев? Это, что администрация Байден Хэррис и вашингтонские элиты в обеих партиях продолжают хотеть обнищения американцев и людей по всему миру, и толкают нас все ближе к ядерной войне и Холокосту. И все это для защиты демократии и поражения автократии в Украине. И все это происходит, пока украинский президент вообще-то показывает, что в Украине нет никакой демократии. Ты упомянул некоторые примеры этого. Затыкание голосов несогласных, задержание политических оппонентов, запрещение всей политической деятельности 11 оппозиционных партий, взятие под контроль своей объединенной информационной политики всех СМИ в стране. И теперь он смотрит на американцев. Не только на меня и других, которых ты упомянул, но и действующего сенатора США. И еще раз, опасность всего этого в цене, которую наши руководители согласны платить, пока они продолжают этот фарс защитой демократии и поражением автократии. Все это настолько лицемерно, и мы должны спросить за это с наших руководителей. Я так согласен. Я должен спросить. Так как вы годами работали в Вашингтоне, и вы не связаны со Стивом Бенноном, по крайней мере, явно, но вы видели, как он был обвинен на прошлой неделе за неуважение Конгрессу, за отказ от сотрудничества с комитетом по 6 января, пока другие, как Эрик Холдер, Лоис Лунер, не были под судом за игнорирование повесток от Конгресса. Какова ваша реакция на это? Это показывает двойные стандарты в Вашингтоне. Но что еще опаснее, показывает, как охотно эта администрация использует департамент юстиции в своих личных политических целях, преследует своих политических оппонентов и спускает все своим людям. Это невероятно опасно, так как если вы посмотрите, что в основе нашей демократии это власть закона, это возможность нам, как американцам, верить, что эти общественные институты служат общественным интересам и не склоняются в сторону находящихся при власти против ненаходящихся, вне зависимости от политических предпочтений, как мы пользуемся свободой слова, цвета кожи, кому поклоняемся. Ничего из этого не должно иметь значения, так как у нас должна быть вера, что наша система правосудия судит нас одинаково справедливо в любом случае. Это пользование департаментом юстиции невероятно опасно и устанавливает опасный прецедент, который подрывает само основание нашей демократии. Вы были демократкой в Конгрессе, и когда Вашингтон-Пост начал атаковать вас, я стал внимательно следить за вашими словами. Почему они так вас не любят? Вы человек принципов, вот почему. И они ненавидят это. Как всегда, спасибо, что пришли, Толси Габбард. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...